Депутаты мажориса парламента Республики Казахстан с рабочим визитом посетили город Металургов. Гульнара Бижанова ознакомилась с текущей ситуацией на ТЭЦ-2 АОО «Арселор Металтимиртау», а Шамиль Осин побывал в тимиртауском филиале Ассамблеи народа Казахстана. 23 августа депутат мажориса парламента Республики Казахстан Гульнара Бижанова с представителями местной администрации города посетили ТЭЦ-2 АОО «Арселор Металтимиртау». В ходе визита депутат отметила, что главная цель визита – ознакомиться с тем, как предприятие готовится к переходу на современные доступные технологии, которые были предусмотрены в экологическом законе. Я сегодня своими глазами, пока выезд здесь в регионе, хочу убедиться, как идет капитальный ремонт котлов, как идет подготовка к отопительному сезону. Пока все по графику. Будем надеяться, что все в сроке будет завершено. Персонала достаточно, деньги есть самое главное. В ходе встречи Гульнара Кадержановна и представители компании «Арселор Металтимиртау» обсуждали вопросы заработной платы и условия труда работников. Главная цель одна – сделать жизнь людей, темиртаусцев, особенно лучше. Я автор закона о заемном труде. Для меня важно, как защищаются права этих работников. Сейчас большим удовлетворением услышала, что почти 60% заемного труда, возможно, перейдет в штатный персонал компании. Это и была вообще-то задача закона – сделать так, чтобы на опасных и вредных условиях труда заемный труд не использовался, а использовался в виде уже штатного персонала. Но вот к этому, к этой поставленной законом задачи практика и приводит. Вот я тоже этому очень-очень рада. В завершении встречи Гульнара Бижанова пожелала руководству компании бесперебойной работы и успехов в запланированных работах. Депутат Можилиса парламента Шамиль Осин посетил недавно открывшийся в Тимиртау проектный офис филиала Ассамблеи народа Казахстана. Для гостя города провели экскурсию по зданию и ознакомились с работой сотрудников филиала. Каждый четверг Алена, как представитель Ивана Владимировича, на каждом микрорайоне по очереди ведет прием. И потом в целом рассматриваются вопросы здесь. Шесть месяцев назад Шамиль Осин был избран депутатом Можилиса парламента от Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. И первую встречу с представителями этнокультурных центров, ветеранами и молодежью он провел в Тимиртау. Шамиль Абзалиддинович рассказал всем присутствующим о том, какие шаги сегодня предпринимаются для развития молодежной политики, благотворительности, предпринимательства и многого другого. Как вы знаете, активно идет работа в рапорте литератного благотворительного марафона «Караван-Милосед» «30 добрых дел, посвященных 30-летию независимости. Благотворители Ассамблеи оказали более 51 тысячи граждан и 10 тысяч семей. Это многодетные, многомалообеспеченные семьи, пенсионеры, инвалиды, а также граждан с ограниченными дорогами. Это были в виде подготовки, в виде набора бытовой техники». В ходе встречи также обсуждались насущные вопросы и тема взаимодействия старшего поколения с молодежью города. Участники мероприятия рассказали, как ветераны труда передают молодому поколению свои знания и опыт, а юные общественники, в свою очередь, помогают пенсионерам в постижении современных технологий. «Банковские встречи у нас были, с работниками банков были, у нас были компьютерная грамотность тоже, бабушек мы организовали, маленькие по пять человек, и наши старшие поколения очень довольны в этом области». Шамиль Осин отметил, что большую роль в развитии Казахстана играет именно молодежь, ведь за ними будущее нашей страны. «Встреча прошла очень хорошо, мне понравилось, что сегодня была и молодежь, и люди старшего возраста, много вопросов было задано, касаемо молодежной политики. Встреча была в очень хорошем настроении». Завершая встречу, Шамиль Абзалиддинович вручил филиалу Ассамблеи народа Казахстана города Тимиртау несколько экземпляров книги, выпущенной к 30-летию независимости страны.